МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Закрытый бассейн «Спартак» теперь не в профсоюзной, а в государственной собственности. Правда, государству пришлось за объект заплатить десятки миллионов. Дом 47, дробь 1 на улице космонавтов, который уже почти построен на месте пострадавшей от взрыва многоэтажки, смогли посетить будущие новоселы. Первое судебное заседание по делу о взятках на дорогах Волгограда. Обвиняемых бывших сотрудников ДПС родственники пытались защитить от внимания прессы. Митинг в защиту волгоградских маршруток. В сфере частных пассажирских перевозок опасаются потери рабочих мест из-за транспортных нововведений. Сегодня на площади Ленина в Волгограде на митинг вышли владельцы и водители маршруток. Недовольство перевозчиков вызывает действующее постановление городской администрации за номером 610 о ликвидации в Волгограде 88 транспортных маршрутов. По мнению организаторов митинга, после того, как постановление вступит в силу, без работы останется 5000 человек. «Три с лишним тысячи водителей. Прибавьте сюда бухгалтеров, прибавьте сюда работников кабинета предрейсового медосмотра, механиков. И где-то набегает 5000 автослесарей. И вы представьте себе, вот в нынешней ситуации выкинуть 5000 людей на обочину жизни». «Мы на 85%, вот как перевозчик, мы поменяли транспорт, купили люди в кредит, мерцы, фарды и там что-то. У нас газели осталось всего 18 на два этих маршрута. И тут нам объявляют, в реестр нас вывесили в марте, маршруты хорошие, а объявляют в мае, в 610-м постановлении, что 10, а вообще маршрут за ненадобностью уберут, что он ходит 35 километров. А десятку поставят большие автобусы, средние местимости, которые у нас нет. У нас мало местимости есть. Фактически, бизнес просто вычеркивают». Чемпионату мира по футболу власти планируют добиться того, чтобы движение в Волгограде стало более цивилизованным. В рамках реализации новой транспортной схемы предполагается максимально сократить в Волгограде количество газелей, исключить дублирование маршрутов метроэлектротранса, коммерческим транспортом, а также ввести электронную систему оплаты билетом. Пока перевозчики митингуют и собирают подписи за сохранение маршруток, волгоградские чиновники готовы перенести дату ликвидации маршрутов с ноября-декабря 2016 года на апрель-май 2017. Уже есть проект о внесении изменений в постановление городской администрации номер 610. Сегодня в Волгограде прошло первое судебное заседание по громкому делу о взятках в отношении пяти сотрудников ГИБДД. В суд пришли многочисленные родственники и знакомые обвиняемых полицейских. Уже в коридоре они подручными средствами препятствовали работе СМИ. Впрочем, на заседании, несмотря на то, что процесс является открытым, не пустили ни журналистов, ни членов семей. На скамье подсудимых, не признающие вину бывший командир роты ДПС Владимир Сурков, его коллеги Иван Галинов, Александр Долматов, Василий Касатов и Сергей Сергеев. Им инкриминируется от 18 до 27 эпизодов. Общая сумма взяток около 1 миллиона рублей. По данным следствия, полицейские останавливали на дорогах Волгограда машины и, подозревая, что некоторые водители нетрезвы, предлагали им откупиться. Сумма взяток составляла от 5 до 100 тысяч рублей. Ранее напомним, приговорами Советского районного суда были осуждены трое сотрудников ДПС Пономарев, Лялин и Кулагин. Они признали вину. Сроки лишения свободы составили от 5 лет 10 месяцев до 6 лет. Это помимо многомиллионных штрафов. Сегодня будущие жильцы нового 10-этажного дома, который возведен на месте разрушенной взрыва многоэтажки на улице Космонавта в Волгограде, смогли побывать в своих квартирах. Так называемый конструктив здания готов полностью. Монтаж железобетонных конструкций завершен. Подходит к концу заливка полов. Началась отделка помещений и грунтовка наружных стен. Ждем, конечно. Я надеюсь, возможно, к Новому году мы будем праздновать здесь на поселье. Пока идет строительство, люди, потерявшие жилье в результате чрезвычайной ситуации, проживают в съемных квартирах. Все затраты на аренду компенсируются из регионального бюджета. Все жильцы получили государственные жилищные сертификаты, полностью обеспеченные финансированием и средств областного бюджета, что позволило каждой семье заключить договор долевого участия в строительстве жилья. Квартиры, которые по площади не меньше, а даже чуть больше той, которую люди занимали. Это жилье с полной отделкой, то есть со всем сантехническим оборудованием, с полной отделкой, обои, линолеум. То есть семья заходит в эту квартиру и живет, не вкладывая каких-либо дополнительных средств. В новом десятиэтажном доме будут современные лифты грузоподъемностью 630 килограммов. Их поступление ожидается примерно через неделю. Кроме того, прежде чем дом номер 47-1 на улице Космонавта будет сдан, территорию вокруг него приведут в порядок. Оборудуют детскую площадку, установят скамейки и фонари, а также высадят аллею из 40 деревьев. К работам по благоустройству планируется приступить в начале августа. Сегодня стало известно, что крытый плавательный бассейн «Спартак» на проспекте Ленина рядом со строящимся стадионом «Волгоград-арена» выкуплен в собственность государства у Волгоградского областного совета профессиональных союзов. Стоимость составила 56 миллионов 334 тысячи рублей. Заказчиком приобретения объекта стала госкомпания «Спортинжиниринг», которая является генеральным подрядчиком строительства Волгоградского стадиона в чемпионату мира 2018 по футболу. На этом все. До свидания. Продолжение следует...